Всем привет, друзья! Вы на канале Эксприавит. Меня зовут Виталий, и я продолжаю играть фраг про шутеры. Сегодня, друзья, у меня будет обзор на такую героиню, как Леденец. Поэтому, друзья, если вам нравятся обзоры на героев, то не забываем поддержать это видео лайком, подписаться на мой канал, кто еще не подписан, и обязательно пишите мне в комментариях, что вы думаете по поводу данной героини и на какого следующего героя вы хотели бы увидеть обзор. Вы знаете, есть такое выражение, чем проще, тем лучше. Так вот, как по мне, это выражение идеально подходит такой героине, как Леденец, потому что она, ну, просто до боли проста в использовании. У нее есть оружие, которое называется Волжий конфетный жезл. Вообще, странное такое название. Стреляет во врагов сферами сладкой энергии. Окей, почему сразу не сделать конфетами, придумать типа сферы, ну, пусть будут сферы. Все очень обыденно, просто стреляем что-то типа, как у Андромеды. Ее умение это бросок желе. Бросаем желе, на котором можно очень высоко прыгнуть. То есть мы кидаем перед собой эту желейку и переносимся, да, прыгаем, как Халк в фильме, туда, куда нам, в принципе, нужно, или докуда, в принципе, долетим. И, в принципе, она может действовать вспомогательным и для наших героев, которые тоже хотят взять на эту желейку прыгнуть и допрыгнуть до ночной точки приземления, скажем так. То есть все очень и очень обычно, ничего сверхъестественного нету. Даже не знаю, что за нее особо рассказывать, потому что, ну, нечего. Просто обычный герой. Вы знаете, есть такое выражение, чем проще, тем лучше. Так вот, это как раз про леденца, потому что проще, мне кажется, просто некуда. У нее обычное оружие, которое называется волшеконфетный жезл, стреляет во врагов сферами сладкой энергии. Ничего сверхъестественного здесь нет, она мне вообще вот своим оружием напоминает чем-то Андромеду. Не знаю, почему-то у меня постоянно вот именно с Андромедой вот это вот сравнение. А ее умение это бросок желе, бросает желе, на котором можно очень высоко прыгнуть. Перед собой просто кидаем и перепрыгиваем туда, куда нам, в принципе, нужно. И так же сам можем делать это за других героев из нашей команды. Ну, или нам надо куда-то высоко прыгнуть. То есть ничего сверхъестественного нету. Появляемся, стреляем, перепрыгиваем. Я даже не знаю, что за эту героиню особо рассказывать, потому что за нее даже тактики особой нет. Взял, перепрыгнул, все, это все, что можно за нее сказать. И дальше просто стреляешь, уничтожаешь базу. Не знаю, ребят, очень простая героиня, но при этом ее все равно сейчас используют. Она обычной карты, но при этом все равно хорошо себя показывает. Если я ее беру даже в колоду, то, в принципе, я бы не сказал, что она как-то там сильно провисает или что-то в этом роде. Сейчас вообще обычные герои, я смотрю, они очень пошли в моду, потому что, блин, они все равно хороши. Я не знаю, почему их так принижают именно по карте. Хотя мы уже знаем давным-давно, что сама карта, да, вот как он там, редкая, легендарная, по сути, она здесь нифига не решает. И даже сами разработчики по фраг об этом тоже постоянно говорят. У нее есть две силы фраг. Первая это желейная конфетка. Эффект толчка усиливается на 30%, то есть мы гораздо выше и дальше полетим. И второе, сахарный взрыв, радиус действия снарядов, основного оружия увеличивается на 30%. Ну, это хорошее дополнение и очень будет полезный и уместный. Плюс у нее есть история. Она была обычной девочкой, пока не встретила сахарное божество, одарившее ее магическими силами. А может она просто объелась сладостями? Я не знаю, я когда-то видел фильм, там, Ганзели Грентель, которые объелись из этого домика сладостей. И ничего хорошего, в принципе, из этого не получилось, насколько мне известно. Если кто смотрел, то тот, наверное, знает. Ладно, друзья, пошлите тогда поиграем. Я покажу, насколько она проста, но при этом результативна. Я думаю, ее часто используют из-за ряда ее преимуществ. Таких, как, во-первых, она быстро бегает, она очень быстро стреляет, и она может быстро добраться до базы. А это как раз, в принципе, то, что и нужно всем игрокам. Так, я смотрю, ну, короче, никого. Ну, давайте кинем, по-быстрому доберемся сюда. И начнем уничтожать базу. Вообще, я тащусь бросать прям под ноги противникам ее умение, чтобы они отлетали. Я думаю, это отличный такой, знаете, способ сбесить противника. Так, ну все, первая база повержен. Лети. Один девался. Оу! Я что, по-твоему мнению прям прыгнул, да, типа? Попал. Попал. Уничтожил. Так, ну теперь давайте прыгнем наверх. То есть, без никаких, в принципе, усилий, просто взяли, забрались. На изи. Оу! Не-не-не-не-не-не-не. Блод, стоять. Окей. Мало хп, минус. Так, ну, откуда-откуда-откуда? Давайте, наверное, туда закину. Оу! Не-не-не-не-не, я понял, я понял. Не, наверное, пойду сразу лучше хп возьму. У нее и так мало хп. Оу! Стоять. Тау, разворачивайся. Бесит иногда это управление, если честно. Так, давайте сюда кину. Будут бежать по прямой, я думаю, нарвутся. Барон, давай ко мне. Улетел? Тихо-тихо-тихо, дай добей, добей, добей. Нет, блин. Так, стоп, откуда? блины на утеку я думал что только что попаду и сейчас она сзади меня бьет побежала нет таблинцы и китян отстань лови чё за лак блин бесит меня вот такие моменты вот очень бесит блин когда уже разработчики сделают так чтобы мы вот выбрали какого-то героя в самом начале катки за него сразу и появлялись доли секунды но все равно иногда не важны ладно занимайтесь там а вы куда я тебя вижу 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 лови так где ты улетела стоять чувак 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 нет блин как ты меня вымораживаешь у не туда был блин ну что ему сказать бывают жизни огорчения иногда сам себе делаешь просто подлянку не без этого конечно как блин нарисовать бы и вот реально немного хп было бы вообще просто супер потому что пару попаданий и все тебе жопа блин ой кто это выскочил нет это моё мою 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 забрал давайте нам сюда кино если кто-то выпрыгнет его пусть слетит о вот это я выпрыгнул вообще неудачно блин слишком много хп у этого франкенштейна хотел его убить таки наверно пойду лучше наверх блин ну пинг сегодня ребят хреначит конечно жесткий это не у меня проблема это походу то ли связь хреновая поэтому он временами может что-то подлагивать то ли еще какое-то дерьмо хватит сюда поставлю все пусть бегает но мне только что когда я забирал в катку 500 чем-то писал схрена ли вообще непонятно так отлично оу стоять 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 да пусть я подохну но тебя надо убить перезарядка дебильная иди сюда блин падла умри блин а по красоте конечно верху его тупо снесли мы рановато чуть-чуть не хватило чтобы долететь ой чё как как настроение как полет понравился да блин я вообще по ней попасть не могу блин ребят третья попытка записать последнюю катку три чувака которые мне попадались ну тупо лагали один из них кстати был даже мой одноклубник но к сожалению он залагал лети не не улетишь ладно тебе так добью о все таки кто-то улетел покурил лови блин ну за нее реально просто на изи куда-то добираться и братья разносить планом а иди сюда лети летишь одино стой 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 чуть осталось и скаут он ни туда ни туда ни туда не умри в конце блин о какой итог герой это сам по себе классный за ним очень быстро можно двигаться стрелять уничтожать базы но есть огромный минус это малое количество хп и реально очень легко убивать даже мне когда попадается леденец но я очень быстро убиваю я даже сегодня когда играл я очень часто погибал потому что она просто не выдерживает того количества выстрелов которые на него носят то есть того урона который сейчас могут наносить некоторые из героев поэтому в принципе она как актуально но я бы и наверное все таки не брал бы сейчас в основную колоду но точно не на моем левеле дали на моей прокачки то есть начальном уровне она будет очень крутая но заметьте то что она у меня на десятке бывает попадается ребята у которых она на 14 левеле и она реально доставляет проблем то есть если вы ее прокачаете хотя бы на 12 я думаю тогда она будет очень и очень актуально ладно ребята обязательно пишите мне свои комментарии что вы думаете по поводу данной героини обязательно пишите на какого следующего геро мне сделать обзор поставьте лайк если вы до сих пор этого не сделали и подпишитесь на мой канал и буду очень сильно вам благодарен но были на канале xperavid всем спасибо и пока пока